Украина может потреблять газа в два раза меньше, если внедрить технологии сбережения тепла и альтернативного топлива. Опыт европейских стран показал, что путь к энергетической независимости не только экологичней, но и выгодней для экономики всей страны. Давайте посмотрим на Польшу. 18 миллиардов кубических метров газа Польша потребила в 2013 году. Украина потребила 53 миллиарда кубических метров газа, при том, что Украина в ВВП 177 миллиардов долларов, а у Польши 550 миллиардов долларов. При том, что Украина потребляет газа 53, мы всего-навсего 20 миллиардов производим, то есть 30 миллиардов мы покупаем в России, то есть вывозим доллары наши. Изношенность тепловых систем приводит к удорожанию коммунальных платежей в несколько раз. Основные направления, где можно сэкономить деньги не только из государственного бюджета, но и людям непосредственно, это касается потерь многоквартирных домов. В свое время я имел честь, работав в комиссии, которая проверяла впервые рассчитанные тарифы по СДПТ в Одессе, и самая минимальная проверка обнаруживала колоссальные недочеты, колоссальные расхождения с реальностью. Государство готово вернуть до 40% затрат на энергосберегающее оборудование, утепление стен и установку пластиковых окон. Программа работает во всех государственных банках. Одними из первых, кто приняли участие в ней, стали жители многоэтажки в Луцке. Расходы на отопление сократились почти в два раза. На лютый месяц этого года, я могу вам сказать честно, что должна была бы установить плату за отопление в сумме 900 гривен, а жители заплатили 450. То есть, суть, это при том, что установлен только недоиданный тепловой пункт. Если мы сейчас еще утеплим, соответственно, плата еще уменьшится на 30%. Кредит на оборудование банки предоставляют в среднем под 25% годовых в гривне сроком до 5 лет. На примере жители многоэтажки в Луцке в среднем выплачивают по 40 гривен в месяц.